Приветствуем вас на вебинаре Международного энергетического агентства. Сегодня мы расскажем о нашей работе с данными по использованию нефти. Мы начнем с введения, чтобы понять роль нефти в структуре энергетики и почему она важна. Сбор статистических данных по нефти важен и интересен во многих отношениях. Нефть по-прежнему остается крупнейшим источником энергии в мире, хотя ее доля в общем предложении первичной энергии со времен создания МЭА уменьшилась. В этой презентации мы уделим основное внимание стороне потребления нефти и некоторым ключевым принципам сбора и предоставления данных о ее потреблении. Сбор статистических данных позволяет нам увидеть, какие секторы потребляют наибольшее количество нефти и понять, какие факторы способствуют росту потребления. Для примера, в странах-членах ОСР нефть потребляется главным образом в секторе транспорта. Действительно, несмотря на диверсификацию источников энергии в целом, транспортный сектор в значительной степени зависим от нефти. Такая же тенденция наблюдается во всем мире. Нефть в основном используется для транспортировки. Мы уделим основное внимание статистическим проблемам и тонкостям количественной оценки потребления нефти и нефтепродуктов. Баланс нефти Прежде чем приступить к разговору о конечном использовании нефти, важно разобраться в основах энергетического баланса, узнать, какие бывают нефтепродукты и их потоки. Для каждого энергоносителя есть несколько видов данных. Во-первых, данные о его поставках. Общее предложение первичной энергии равно местному производству плюс импорт минус экспорт, плюс или минус изменение запасов, а также международная морская и авиационная бункировка. Во-вторых, существуют данные о преобразовании энергии, при котором энергия может быть преобразована в другой энергетический продукт. В случае с нефтью эти процессы представить довольно легко. На нефтеперерабатывающие заводы поступает сырая нефть, а выходит в виде другого энергетического продукта, например, бензина. Часть потребления нефти приходится на собственное использование в энергетическом секторе. Это не то же самое, что преобразование. Преобразование – это перевод энергоносителя в другую форму, а собственное использование энергетического сектора отражает то количество продукта, которое используется в процессе производства энергии. Это может быть энергия, используемая нефтеперерабатывающим заводом или электростанцией для поддержания собственной работы, например, для освещения территории предприятия. И, наконец, есть общее конечное потребление. Этот раздел статистических данных отражает то, как энергетические продукты используются и как они в целом группируются по секторам – промышленность, транспорт и прочее. В последнюю категорию «прочее» входят жилищный сектор, общественные и коммерческие услуги, а также неэнергетическое использование. В этой презентации особое внимание будет уделено тому, как мы классифицируем виды потребления и как учитывается морская и авиационная бункировка в контексте нефти и нефтепродуктов. На данном этапе важно различить сырую нефть и нефтепродукты. Под сырой нефтью мы подразумеваем первичный продукт, который добывают из нефтяной скважины. Нефть в таком состоянии используется нечасто, поэтому ее необходимо преобразовать в другие, более пригодные для использования виды продуктов на нефтеперерабатывающих заводах. Их мы и называем вторичными нефтепродуктами. Таким образом, обсуждая конечное использование, мы говорим в основном о вторичных нефтепродуктах. Есть множество видов конечного использования нефтепродуктов. Мы рассмотрим примеры различных вариантов использования, которые могут показаться неоднозначными, и классифицируем их надлежащим образом в соответствии с МРЭС. Использование энергетических продуктов подразделяется на категории преобразование, собственное использование энергетического сектора, промышленность, транспорт, прочие категории и неэнергетическое использование. Мы рассмотрим, как нефтепродукты вписываются в этот формат баланса, где какие продукты используются, а также обсудим вопросы классификации конечного использования нефти и нефтепродуктов, которые чаще всего вызывают трудности. Сырая нефть используется главным образом в процессах преобразования, например, на нефтеперерабатывающих заводах. В очень немногих странах сырую нефть используют на электростанциях, что также относится к преобразованию энергии. СНГ. Это сжиженный нефтяной газ. Его часто используют в обогревательных приборах или как топливо для приготовления пищи, например, в виде баллонов для гриля. В случае использования СНГ в обогревательных приборах можно было бы подумать, что речь идет о процессе преобразования. Однако такое использование следует относить к категории прочее. Если обогревательный прибор находится в жилом помещении, это использование в жилищном секторе. А если газ используется для отопления коммерческого или общественного здания, то это относится к соответствующему сектору. Точно так же природный газ, сжигаемый для приготовления пищи, относится к категории использования в жилищном секторе. Если СНГ используется в каких-либо транспортных средствах, то это относится к использованию в транспортном секторе. Нафта используется для разбавления необработанной тяжелой нефти, чтобы облегчить ее прохождение через трубопроводы. Нафту также подмешивают к более тяжелым видам нефти, чтобы повысить октановое число топлива. Такие виды использования следует учитывать в графе передачи в виде отрицательного значения, поскольку количество нафты теперь переносится на другой продукт. А в соответствующих графах передач продуктов, которым была передана нафта, указывается положительное число. Помимо этого, нафту используют для очистки металла, неэнергетическое использование. Нафту в больших масштабах используют в нефтехимической отрасли, в качестве сырья для паровых реформеров и крекинговых установок, в производстве водорода, этилена и других элефинов. Такое применение относится к неэнергетическому использованию в промышленности. Керосин. Керосин для реактивных двигателей и прочие керосины. Используется для приготовления пищи и освещения, как в коммерческом, так и в жилищном секторе. Керосин также используют в качестве топлива для тракторов. На первый взгляд, можно было бы подумать, что такое использование относится к транспортному сектору. Но на самом деле его следует относить к сельскому хозяйству. Керосин также используется в разных целях химическими лабораториями. Его можно использовать как чистящее средство. Это неэнергетическое использование. Иногда керосин используют в химических лабораториях для нагрева. Это энергетическое использование в химическом секторе. И, наконец, керосин для реактивных двигателей используется как топливо для реактивных самолетов, осуществляющих внутренние и международные перелеты. Различия между внутренними и международными авиаперелетами мы обсудим позже. Бензин чаще всего воспринимается как топливо для транспорта, поскольку его используют в легковых и грузовых автомобилях, мотоциклах, катерах и других средствах передвижения. Важно отметить, что использование бензина в личных автомобилях следует относить к категории автомобильного транспорта. Любое использование бензина в средствах передвижения считается использованием в транспортных целях. Однако работающие на бензине домашние инструменты, например, газонокосилку, следует относить к жилищному сектору. Аналогично использование бензина в сельскохозяйственном оборудовании относится к сельскохозяйственному сектору. Конечное использование дизельного топлива аналогично использованию бензина, поскольку дизель тоже в основном применяют в транспортных средствах. Как и в случае с бензином, мы различаем использование дизельного топлива в бытовых машинах и сельскохозяйственном оборудовании, например, цепных пилах. На дизельном топливе работает большое количество других машин, и эти виды конечного использования следует классифицировать соответствующим образом. Например, строительный кран, который работает на дизельном топливе и используется на строительной площадке – это пример использования в строительстве. Дизельное топливо также широко используется для питания электрогенераторов. Например, дизельные генераторы обычно применяются для выработки небольших количеств электроэнергии. В небольшом доме, который не подключен к общей электросети, может быть установлен собственный генератор. Такое использование дизельного топлива считается производством электроэнергии для собственных нужд. Это подкатегория в разделе электростанций. Битум используется в строительстве дорог и кровли. Применение этого нефтепродукта в строительстве дорог и зданий может поначалу ввести в заблуждение, но на самом деле его следует относить к неэнергетическому использованию. Твердые парафины обычно используются в производстве косметических товаров, свечей и цветных пастельных карандашей. Это неэнергетическое использование. Далее мы объясним различия между международной морской и авиационной бункеровкой и внутренним судоходством и авиацией. Мы уже ознакомились с потоками энергетического баланса и могли видеть, что иногда бывает трудно провести разграничения между международной морской и авиационной бункеровкой и внутренним судоходством или авиацией. Для начала расскажу, что такое международная морская и международная авиационная бункеровка. В международную морскую бункеровку входят объемы топлива, поставляемые для заправки судов какой-либо национальной принадлежности, которые участвуют в международном судоходстве. Нефть используется в качестве топлива для таких суден и не является частью перевозимого ими груза. Из этой категории исключается топливо, потребляемое судами, которые участвуют в судоходстве внутри страны. Разделение на внутреннее и международное судоходство зависит от порта отправления и порта прибытия, а не от флага или национальности судна. Также исключается потребление топлива рыболовными и военными судами. Эти виды использования входят, соответственно, в подсектор рыболовства и неуказанное, в других категориях в транспортном секторе. Аналогичным образом, международная авиационная бункеровка включает поставки авиатоплива для заправки самолетов, осуществляющих международные перелеты. Топливо, используемое авиакомпаниями для заправки своего наземного автотранспорта, в эту категорию не включается. Принадлежность к международным или внутренним авиаперевозкам определяется по пункту отправления и прибытия, а не по национальной принадлежности авиакомпаний. Согласно международным рекомендациям по энергетической статистике, объемы международной авиационной и морской банкировки вычитаются из объема поставок. С другой стороны, внутреннее судоходство и внутренняя авиация относятся к стороне потребления нашего энергетического баланса, а именно к сектору транспорта. Внутреннее судоходство включает в себя топливо, поставленное для заправки судов любой национальной принадлежности, не участвующих в международном судоходстве. То есть к нему относятся суда или катера, порт отправления и порт прибытия которых находятся в одной стране. Внутренняя авиация включает в себя объемы авиационного топлива, поставленного для заправки воздушных судов, осуществляющих перелеты внутри страны. Коммерческие, частные, сельскохозяйственные и другие. То есть в эту категорию входят самолеты, аэропорты отправления и прибытия которых находятся в одной стране. В эту категорию также включаются объемы топлива, использованного для других целей помимо полетов, например, для стендового испытания двигателей. Сбор и проверка данных – это непростое дело. Но оно крайне важное для принятия обоснованных политических и бизнес-решений. Цель системы сбора данных – иметь детальные и надежные данные об энергии. Чтобы содействовать выполнению этой задачи, нам необходимы правовая база, состоящая из соответствующих законодательных актов о статистике и других национальных нормативных актов. Предпочтительнее сделать отчетность по данным об энергии обязательной. Институциональный механизм – нормативно-правовая база создает для энергетической статистики необходимую, но недостаточную основу. Чтобы обеспечить эффективный сбор данных среди всех соответствующих участников национальной системы энергетической статистики, а также должным образом упорядочить эти данные, необходимо создать институциональный механизм. Надлежащий механизм предоставления и распространения данных – вопросники, совместные с международными стандартами, сети контактов, согласованный график. Необходимо выделять соответствующие ресурсы для сбора и обработки данных. Нам также следует пересмотреть методологию, чтобы адаптировать ее к ожидаемым изменениям и обеспечить ее соответствие национальным и международным потребностям. Затраты. Сбор каких-либо статистических данных требует затрат. Следует помнить, что низкое качество данных может в итоге привести к намного более существенным затратам, чем затраты на сбор информации и связанную с ним работу. Следует найти баланс между эффективным использованием ресурсов и сбором необходимых данных. Какие именно данные необходимы, определяется исходя из нужд пользователей. Однако удовлетворить все потребности невозможно. Важно следить за изменениями в энергетическом секторе и ограничивать объемы сбора данных путем сотрудничества с соответствующими государственными органами. Трудности. Учитывая роль и важное значение энергетической статистики, можно было бы предположить, что базовая информация в области энергетики является легкодоступной, надежной и оперативной. Однако это не всегда так. И тому есть несколько причин. Например, либерализация энергетических рынков оказала на статистику двойное воздействие. Во-первых, раньше мы могли взять подробные данные у единственного в стране коммунального предприятия. А сегодня, чтобы получить всеобъемлющую картину отрасли, приходится рассылать сотни вопросников разным компаниям. Во-вторых, рыночная конкуренция зачастую приводит к тому, что часть данных считается конфиденциальными, и это усложняет сбор основных сведений. Помимо этого, существует недостаток ресурсов и высокая текучесть кадров. Сбор данных об энергии – это сложный и дорогостоящий процесс. Сейчас мы вкратце рассмотрим виды сбора данных для энергетической статистики. Обследование. Страны могут собирать данные, ориентируясь на все население, что называется переписью. Или выбирать из генеральной совокупности репрезентативное подмножество объектов. Это называется выборочным обследованием. Перепись требует больше времени и затрат, особенно когда нужно собирать данные о конечном использовании энергии. Существует два разных вида обследований в зависимости от единиц выборки – обследование предприятий и обследование домохозяйств. Чтобы определить обследуемую совокупность, используются реестры или списки предприятий. При разработке вопросников необходимо принимать во внимание международные стандарты, касающиеся, например, единиц измерения или определений продуктов и потоков. Административные данные. Административные данные – это данные, которые собирают в административных целях. Ими может владеть государственное ведомство, государственное или частное предприятие, и они могут уменьшить количество необходимых обследований. Однако возможность получить эти данные зависит от третьих лиц, поэтому требуется сотрудничество между директивными органами, администрациями и статистиками. А теперь мы проиллюстрируем возможные источники данных и методы сбора данных по нефти. В целом есть два основных источника, из которых можно получить данные по нефти – энергетические отрасли и поставщики энергии со стороны поставок и потребители энергии со стороны потребления. Что касается поставок, эти данные могут предоставлять энергетические предприятия, деятельность которых непосредственно связана с производством или какой-либо частью цепочки поставок. Сведения собираются у производителей энергии при помощи обследований или административных источников. Данные об импорте и экспорте обычно собирают через органы таможни. Что касается данных со стороны спроса, то потребление энергии измеряется при помощи обследований домохозяйства и предприятий на предмет конечного использования энергии. Такие обследования могут охватывать отрасли домохозяйства и предприятия, которые используют нефть, а также дистрибьюторы в нефти и нефтепродуктов. Обследования, направленные на сбор статистических данных о конечном использовании энергии, это очень важные инструменты, которые позволяют оценить виды деятельности, связанные с потреблением энергии, выявить возможности для повышения энергоэффективности и помочь в разработке будущих программ и политических мер. При этом энергетическую статистику о конечном использовании нефти труднее всего собирать и понимать. Это связано с многообразием продуктов и видов их использования, разветвленными сетями распределения, мобильностью и детализированными вопросами в опросных формах. Важно, чтобы мониторинг производства и распределения нефти осуществлялся в административных целях на государственном уровне. В идеале, данные, собираемые различными органами и учреждениями одной страны, должны помогать сводить баланс производства и распределения нефти разным потребителям. Чтобы получить полную картину о поставках и потреблении нефти, необходимо использовать комплексный механизм, сочетающий возможности существующих обследований, прямых измерений и административных данных, а также предусматривающий дополнение существующих данных инструментами оценки и моделирования, которые помогают заполнять пробелы в наборах данных или объяснять недостающие или некорректные статистические данные. Конечно же, эти методы нужно адаптировать к меняющимся моделям производства и потребления. Например, распространением нефтепродуктов, которые используются преимущественно в транспортном секторе, может заниматься единственная государственная компания или же, напротив, на либерализированном рынке у них может быть много дистрибьюторов. В двух этих случаях методы сбора данных будут различными. Наш вебинар подходит к концу. Мы обсудили значение нефти в мире, поговорили о нефтяном энергетическом балансе, видах использования нефти, различиях между международной бункировкой и внутренним судоходством и авиацией, а также рассмотрели особенности сбора данных по нефти. А теперь обсудим, как эти данные используются. Данные, собираемые Международным энергетическим агентством, используются для различных целей. Помимо МЭА, эти данные используются во всем мире – правительствами, учеными-исследователями, аналитиками и инвесторами, экологами и отраслевыми ассоциациями. Данные также могут быть использованы для оценки надежности поставок, для сравнения показателей разных стран, для оценки эффективности тех или иных политических мер, а главным образом – для принятия обоснованных политических и бизнес-решений. В первую очередь, статистические данные по нефти используются в справочнике МЭА о нефти и соответствующих базах данных. Помимо этого, их используют для расчета энергетических балансов, выбросов СО2 и показателей энергоэффективности. Эти данные используются в МЭА для аналитической работы, подготовки прогнозов, а также для создания World Energy Outlook – обзора мировой энергетики – одной из основных публикаций МЭА. Наиболее часто применяемые статистические данные можно найти в брошюре под названием Key World Energy Statistics – Ключевая мировая энергетическая статистика, которая выложена в общий доступ, а также в родственном мобильном приложении. Спасибо за внимание! Если вы хотите больше узнать об энергетической статистике МЭА, у нас есть много полезных ресурсов. Наше руководство по энергетической статистике, которое доступно на 10 языках, можно бесплатно скачать с сайта МЭА. Также приглашаем вас посетить веб-сайт статистики МЭА, где можно найти множество ресурсов, в том числе вопросники, глоссарий и документацию, касающуюся наших методик сбора данных. Также вы можете ознакомиться с публикацией ООН «Международные рекомендации по энергетической статистике», в которой содержится методологическая база для нашей работы в сфере энергетической статистики. Продолжение следует...